Чангмай очень удивил. Он очень комфортный, очень удобный, там нет этих огромных улиц, там приятно гулять, находиться. Что удивило, там очень низкие цены, в сравнении и с Бангкоком, и с островами. До этого мне удалось побывать только в этих местах, поэтому Чангмай оказался мне очень дешевым. Цены как минимум в два раза дешевле. Скажем, если сравнивать с массажем, то там на 150 можно найти, здесь на острове за кистой. Также и еда, цены на еду, на отели. Отель можно спокойно найти в районе 30 евро, очень хороший. Что касается ресторанов. Их там очень много, и именно много клевых, классных ресторанов. Классный дизайн, хорошая еда. Чем же заняться в Чангмай? Вы можете... Мне пришел код. Вы можете посетить огромное количество храмов, всех обойти за один приезд вам, скорее всего, даже не удастся. Но, что здорово, все они... Не все, но очень много их в пешей доступности, если поселиться в центре города. Вокруг Чангмая очень много разных достопримечательностей, которые, к сожалению, мы не успели посетить и за время. Но мы обязательно вернемся, потому что там действительно есть на что посмотреть. Ребята, очень советуем посетить Чанграй. Или просто поехать туда на 2-3 дня, или хотя бы взять такую же экскурсию, которую брали мы. Обязательно увидеть белый храм, голубой храм и вот этот музей замечательный с черными домами. Хотелось бы отдельно отметить детали перелета. Во-первых, мы летели катарскими авиалиниями. Очень удобный полет, нам очень понравилось. И самое замечательное, что прилетели сразу в Чангмай. В Чангмай базироваться, на мой взгляд, очень комфортно, потому что аэропорт находится рядом с городом. Вы буквально за 2-3 минуты доезжаете до старого города. В Азии и в Таиланде, в частности, безумное количество лоукостеров, дешевых переводчиков. Если вы заранее проверяете и находите промо, вы можете за 20-30 долларов заказать себе билеты из Бангкока или из Чангмая на острова. Например, в Краби. Из Краби очень много транслеров на Куванту, на Аонан, на Копипи и так далее. Или, например, в Суратане, откуда можно уплыть на пароме в Кусамой или на Копанган. По поводу трансферов, можно вообще не париться, потому что в любом месте вы приезжаете, в любом отеле, в любом аэропорту. Очень много вариантов. Вы с легкостью себе закажете за нормальную цену перевозку, перелет, трансфер в любое место. Причем, скорее всего, вас доставят прямо в ваш отель. Значит, теперь по поводу пар. Я очень сильно ждала этой поездки. Я смотрела разные ролики, читала статьи. И для меня в паре было место, где тусуются классные, творческие, свободолюбивые люди, очень интересные. Что там, ну просто оазис. Много заведений, все ходят, общаются, такая тусовка. Оказалось, все не так. Свободолюбивые люди там есть, но не такие уж они интересные. С моей точки зрения. И не так уж их там много. В самом пае в центре, в принципе, делать нечего. Там заведения есть, но по сравнению с Чангмаем их просто нет. Они настолько интересны. Да, там есть несколько ночных заведений, но на этом все ограничено. Многие рестораны закрываются в обед, и вам даже негде будет поесть нормально. По поводу дороги в Паль, она очень сложная. И я еле ее выдержала. То есть, людей, которых укачивают, лучше туда вообще не ездить. Или ездить, приняв только таблетки. Вот. И если вы ожидаете увидеть хорошие пейзажи, то вы их не увидите. Потому что природа, она в этом регионе достаточно скудная. Плюс пае. Там действительно очень дешевые отели. Там можно взять хороший резорт с отелем, с неплохим видом. Но надо решить, может, такой резорт можно взять не только в Пае, а где-то между Паем, скажем, и Чангмаем. Или хорошо проверить Чанграй. Я еще добавлю от себя, что мы, возможно, сделали ошибку, что поехали в Пай. А если поехали, ошибка была в том, что у нас было всего два дня. Надо было взять еще один день, или взять байк, или экскурсию. Там предлагают экскурсии за большие деньги, за 500 бат, за 1000 бат. И поездить по всем окрестностям. Там есть каньон небольшой такой, есть водопад, горячие источники. И еще очень много разных интересных кафе. Возможно, вот это вот мы упустили. Друзья, мы очень стараемся, записываем для вас интересные видео. Очень много времени уходит на монтаж. Поэтому просьба, ставьте палец вверх, пишите свои комментарии, пожелания. И кто еще не подписался... Подписывайтесь на канал! Субтитры сделал DimaTorzok